всем большой привет так получила я вот этих малышей и многих тофаленопсис эквестри стрелеб так вот многих почему-то при виде таких маленьких растений начинает трястись руки их начинается паника о боже как же их сажать о боже что же с ними делать делать с ними все то же самое что и с обычного размера фаленопсисами и это обычно мира фаленопсисы некоторые фаленопсисы миниатюрные во взрослом размере вот такие вот так вот я сняла мог вот что там было тут так темненькая но на видео похуже выглядит на вживую ничего страшного не она не черная она темно-зеленая нормально все старые листочки и вот такое чудо вот здесь вот видно след от ожога темные где больше всего воздействовало и тут уже ткань начала потихоньку отмирать ничего страшного и корешки хорошие так один я наверное пока не знаю я сейчас посмотрю по мере у горшочки будет ли групповая посадка или все будут отдельно плотненько сидит хорошо кстати про вот эти горшочки кто смотрел не смотрел снимает с видео пассифлора на фермах тайских тайваньских где уж они там и про вот эти горшочки рассказывали это не транспортировочный горшок они там используют эти горшки на постоянной основе фишка в чем он не травмирует корешки он мягкие корешки растут иногда даже разрывают этот горшочек плюс тут есть секрет с поливом ответе сколько мха вот мог когда сажают сажается вот под эту нижнюю линию а потом его поливают и чтобы понять сколько надо полить поливают ровно до верхней полосочки и вот этого количества воды хватает чтобы правильно напоить растение в таком горшке то есть чтобы мог его впитал и не был слишком влажным и при этом не был очень сухим очень полезная информация вот так она мне запомнилась круто но я сажаю не в мох я сажаю в кору я пробовала сажать в кору в такой мягкий горшочек мне не понравилось потому что кора ходит дном а это нехорошо потому что корневая может травмироваться поэтому я сажаю в пластик вот так вот так и здесь корешки здесь тоже все неплохо в обморок можно не падать кстати вот во втором баночке мог был такой свеженький прикольненький так тут вот само снялось без нажатия без ничего эти вот ниточки тяжи я оставлю в общем-то все имеющееся здесь я оставлю гнили нет грибов нет ничего такого на взгляд нет симпатичный малыш так я его и буду сажать буду за всем этим внимательно наблюдать и так горшки горшки у меня есть вот такие квадратные маленькие но собственно как раз вот под одно такое растение подойдут честно говоря сюда можно посадить даже и двоих честно да судя по корневой они вдвоем прекрасно влезут и у меня есть еще тоже такой же небольшой вот кругленький уберу сейчас этот так вот он чуть-чуть повыше а по диаметру он такой же ну вот в кругленький я бы наверное вот в кругленький до такой я бы буду сажала по одному а вот этот квадратненький как-то по 2 хотел так вот вроде одинаковая но увидите как форма играет роль но я не люблю такие маленькие горшки что я сажаю ой вот в такую кору и очень просыхает и мне надо все время проверять и очень очень часто поливать и это для меня бывает очень и очень неудобно так поэтому я хочу взять горшочек чуть-чуть побольше чуть побольше я сейчас посмотрю получится ли посадить в горшочек чуть-чуть побольше то есть насколько корни там займут место это целый набор горшков с собой чтобы подобрать вот это мои самые любимые горшки посажу я в этот скорее всего мне тут больше нравится прозрачность чем вот в этом а прозрачность для меня сейчас будет очень важно потому что вот и сломанные корешки мне надо будет смотреть посажу я все-таки двоих в один и посажу их вот так не будут находиться чуть ниже уровня горшка кору я буду засыпать не до самого верха это позволит мне насыпать немного коры для корней и они не извините высоко задрала насыпать не полной коры где-то вот так наполовину что не будет давать корням ну гнить из-за того что не будет слишком много субстрата до его будет как раз для корневой системы и в то же время вот верхняя часть и листики за нее выступать не будут и здесь будет образовываться дополнительная влажность для вот зеленой части растения так то есть такой микроклимат немножко образуется и это позволит не так часто на самом деле поливать плюс даже влажность которая очень очень важна на этом этапе и новые корешки будут охотнее идти плюс по мере того как они будут разрастаться и расти вверх нижние листья будут скидываться чтобы лишний раз их не дергать просто я буду скорее всего досыпать уже кору но это будем смотреть как быстро и хорошо они будут расти а пока вот такие зайцы и и и и приступим наверное посадки так кору как видите я уже много раз говорила у меня для всех принципе одна кора средней фракции архиата у меня она устраивает у меня получается и малышей в ней растить хотя да я знаю что малышей советуют растить в мелкой коре а дальше уже по скажем так возрасту растения по его размеру в принципе в целом по его влаголюбивости там уже выбирается кора средняя крупная или также оставляют мелкую если очень влаголюбивое растение ему может например среднее не подойти также взрослые могут раститься в мелкой коре если они очень миниатюрные в общем вариантов на самом деле масса каждый выбирает по своей привычке своим условиям всех своих критерий так вот так получилось коры получил чуть выше чем я думала сделать но когда сажаешься дату свои коррективы вносятся вот так вот будет я не закапываю вот мы видим шейку она будет сверху это не страшно я не не будет там что и не хватает влаги или еще чего-то все будет отлично это уже не первая моя подобная посадка и когда новые крышки пойдут они уже будут заходить субстрат для себя привычный так и дополнительная влажность это будет держаться повыше вот здесь вот между корой и самым верхушечкой горшка на счетах положу и плюс еще такая посадка позволяет я когда буду производить какие-то манипуляции меньше с шансов что я задену и потревожу растения защищены от моих взмахов руками такая посадочка получилось двух этих малышей вставляем бирку поставщик у кого я брала на все как всегда в описании за жизнью этих малышей можно будет следить я думаю и группе в моей про фаленопсис эквестрис и здесь на видео их конечно же буду показывать вот такое у нас получилось будем растить и ждать светение ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите обязательно комментарии пишите как бы вы поступили в этом случае что вы делаете какие еще есть варианты я думаю это будет интересно не только мне но и всем остальным и всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений пока пока